В японской культуре Нецки существует уже более 300 лет. Изначально это был предмет мужского костюма кимоно, маленький брелок или противовес, с помощью которого у пояса носили мелкие вещи. Со временем простые повседневные аксессуары достигли уровня подлинного искусства, превратившись в объекты самостоятельной художественной ценности и коллекционирования. Консул отдела культуры образования и информации Японии Такаянаги Каито, выступивший с приветственным словом, признался, что также открыл для себя много нового. Я слышал такое слово «Нецке». Сегодня я впервые увидел их своими глазами. Многие японцы тоже не видели настоящие Нецки и не представлялась такая возможность увидеть эти фигурки вживую. В экспозиции представлено 65 работ художников и резчиков. На Цукесе демонстрирует высокий уровень мастерства и широкий диапазон форм и стилистик. Темы Нецки разные, как традиционные, так и современные. Это герои сказок и легенд, фольклорные персонажи, боги, духи, люди, растения и животные. Все фигурки выполнены из разных пород дерева, материала, традиционно любимого японскими резчиками. Удивляет степень художественного мастерства, ремесленной отделки, с которой выполнены эти предметы, необыкновенная фантазия, чувство юмора, богатство тем. Для изготовления миниатюрных фигурок мастера использовали древесину хурмы, японского кипарисовика, сливы, вишни и еще многих других. Особую выразительность предметам добавляют декоративные детали из янтаря, малахита, золота, стекла, рога оленя. Посетители выставки смогли не только увидеть эти уникальные произведения, но даже потрогать, ощутив необыкновенную тактильную прелесть Нецки. Каждая вещь уникальна, и можно про каждую говорить очень много. Если честно, больше всего мне понравилась Нецки, которую можно потрогать. Там есть сом, сидящий на тыкве. Дело в том, что для японцев тыква – это символ удачи, и сом, который на ней сидит, он эту удачу бережет. У него совершенно замечательные глазки блестящие, поэтому мне эта вещь больше всего понравилась. Выставка современных деревянных Нецки начала свое мировое турне во Вьетнаме, в Ханое, в начале этого года. Владивосток вторым принимает новый проект японского фонда, открывая его широкому российскому зрителю. Организаторы надеются, что представленные Нецки символически соединят Японию и поклонников ее культуры по всему миру. Жители и гости приморской столицы смогут посетить экспозицию до 20 июня. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.